Привет, народ! Сегодня я решил попробовать сыграть в Her Story, очень интересный инди-проект, вышедший этой весной на ПК и iOS-платформе. Чтобы сразу, как бы, заранее понять уровень этой игры, нужно сказать, что рейтинг Her Story на Metacritic, где собраны все рецензии профессиональных рецензентов, там у неё рейтинг 87,100 для ПК-версии и 91,100 для iOS-версии. Это очень-очень немало. И, соответственно, инди, конечно же, всегда должны радовать нас оригинальностью, и вот эта Her Story как раз одна из таких инди-игр, которая очень-очень оригинальна в плане нарадива. Больше того, я даже скажу, и это со мной согласятся все, кто знаком с Her Story, что это даже больше всё же даже не игра, а скорее интерактивное кино, где мы будем смотреть на самом деле обычные ролики с актёрской игрой, с девушкой, которая настоящая, то есть с ней сделаны записи, и она актриса, и, соответственно, это главная героиня игры. Но второй главный герой игры это мы, детектив, который будет расследовать её историю, а точнее пропажу её мужа. У нас собран огромный архив материалов с этой девушкой, и из этих материалов мы должны будем выяснять, кто же виноват в пропаже её мужа. Вот так вот. И это очень необычная система, то есть не стоит ждать от Her Story чего-то обычного. Ну и, собственно, давайте приступать. На самом деле я ещё ничего не видел. Это кроме главного окна. Всё, я увидел это главное окно, и всё, больше я ничего не видел. Первое же, что нам появляется на экране, это рабочий стол нашего компьютера. За ним мы будем работать, за ним и пройдёт наша вся игра. Как видите, действие происходит не в нашем времени, компьютер довольно старый, и, соответственно, мы будем таким немножко ностальгическим детективом, видимо, из 90-х. Старый alt-монитор. Можно, кстати, в игре будет включить вот такой вот фильтр, но так как мы и так на экране монитора смотрим за действием другого монитора, будет странно видеть эффектом, как будто мы смотрим на монитора издалека. Так что этот фильтр мы всё же выключим, тем более он немножко мешает сосредоточенно наблюдать за видеороликами и так далее. В остальном всё, что у нас есть, это огромный архив видеоматериалов с этой девушкой, множество записей с ней, которые мы можем находить при помощи тегов. Первый же тег, который появляется в самом начале, это убийство, и скоро мы перейдём к нему. Ну, а кроме того, это полицейский компьютер, на котором ещё есть другие файлы. Мы наверняка обязательно посмотрим, что тут у нас написано, но сначала, наверное, нужно узнать, в чём же дело. Мы же не в курсе дела, что произошло, поэтому давайте посмотрим одно из видео, чтобы понять... Ну, в общем, начать входить в курс дела. Проблема игры, ну, как проблема, проблема для многих игроков в том, что для неё нет локализации. То есть, это игра на оригинальном английском языке, и нет к ней русификатора. Пытались вроде как сделать с ней, но что-то не получилось, и поэтому мы будем играть на английском языке, и это действительно проблема. Порог входа. Мой английский не очень хороший, но я буду стараться как можно максимально переводить. Не синхронно, но тем не менее, чтобы всё же быть в курсе дела, и так же озвучивать буду. Поэтому я буду стараться переводить все допросы в монологии этой девушки. Итак, давайте посмотрим первое же видео. Клип 141, номер 141. Я так понимаю, здесь есть номера. Давайте посмотрим, какой из них первый. 163-й, 181-й, 188-й. Наверное, стоит начать с первого. Но с другой стороны... Да, ну давайте посмотрим всё же тему убийства, поэтому не будем искать именно первый самый клип, который с ней был сделан, поэтому будем смотреть именно вот этот первый. 11 секунд длиционный, давайте глянем, что ждут. Вы думаете, это убийство? Я имею в виду, что это убийство. Ну, да, скорее всего, это убийство. Что я могу сделать, чтобы помочь? Что я могу сделать, чтобы помочь? Итак, ну, точно неизвестно, что случилось с мужем, но, скорее всего, это убийство. То есть, он пропал без вести, я так понимаю, его давно не было. Он давно не попадался, и поэтому полицейские допрашивают главного свидетеля, главного подозреваемого в деле о пропаже этого человека, собственно, его жену. Так, ну, кроме того, что у нас есть часы. Отлично. Сколько сейчас? Сегодня... Сегодня 16 июля 2015 года. Странно. Странно. То есть, действие происходит все же не в прошлом, а в нашем времени, но нам приходится работать через старый компьютер, который только и сможет воспроизводить, видимо, эти кассеты. Да, то есть, вот так вот все устроено. Окей. Все. Это логично. Это логично. Ого, тут есть какая-то игра. Ну-ка. О, отлично. И кряк на эту игру, я так понимаю. Или что-то типа того. Или читы. Ну ладно. Нет, это кряк, похоже. Окей. Ладно. В эту игру мы играть не будем. Мы серьезный детектив. Нам нужно расследовать, я так понимаю, все же убийство. И поэтому давайте посмотрим другие видео с меткой убийства с этой девушкой. Так, я думаю, они отсортированы здесь правильно все же, да? Да, давайте по очереди их посмотрим. Так, можно прокручивать видео, кстати, что удобно очень. Ей дали, девушке дали какие-то листки, которые она должна посмотреть. Там какая-то фотография есть на них. Да, это я. Но февраль... Это месяц назад. Какое это имеет отношение к убийству Симона? Так, ей дали фотографии, но они были сделаны в феврале, то есть за месяц до пропажи, до убийства, я так понимаю. И она задается вопросом, а какого черта? То есть это было месяц назад, сейчас прошел месяц, уже никакого отношения к делу не имеет. Давайте еще раз посмотрим. Просто на всякий случай, вдруг мы что-то упустили. Так, с ней. Да, ну что, мы должны проверить, кстати, потом будем, что в феврале еще произошло, потому что не просто же так эти фотографии нарыли, нужно будет узнать, что там происходило в феврале. Ну, чуть попозже, давайте другие видео посмотрим еще. Здесь ее проверяют, убила ли она Саймона, то есть она, естественно, одна из главных подозреваемых, пока у нас нет других. Почему я не убивала Саймона? Вы этого неправильно поняли. Вы неправильно поняли. У вас... Вы взяли неверного человека, то есть она не убийца. Она, ну, отрицает свою вину, совершенно логично. Ничего странного в ее поведении я не заметил. По-моему, она довольно искренне звучала, не думаю, что вообще она убийца. Но я так понимаю, у расследования не было других подозреваемых, более весомых, поэтому они все же, естественно, думали на нее в том числе. Ну, давайте четвертое видео посмотрим. Так, это у нас было 181-ое. Так, а даты, кстати, посмотрим тоже. Вот первое видео, когда подумали, что убийство 27-ое июня. Первое июля. Третье июля. И тоже 3-е июля, чуть позже. Во сколько? Так, через полчаса это было сделано с последнего видео, давайте его глянем. Она что-то как-то странно улыбается. Я хочу поговорить с адвокатом сейчас. Так, а что это? Ей задали какой-то неприятный вопрос, по-моему. Пожалуйста. У вас нету орудия убийства. У вас ничего нету. Так, а что это? И все эти истории, которые мы рассказываем друг другу. Как-то она странно себя здесь уже ведет. Это лишь истории. Рассказни. Так, вот здесь она, по-моему, уже выглядит, как будто загнанной в угол. То есть ведет себя не особо... ...не особо чисто. Подозрительно немного. Ей что-то предъявили. Очень серьезно предъявили ей, я так понимаю, улики. И здесь она уже требует адвоката и в то же время пытается сказать, нет, нет, у вас ничего нету. Но это уже скорее такое отчаянное отрицание. Так, ну ладно. А в чем? В чем ее обвинили? Ладно. Вот то, что произошло 3 июля, этот допрос нам нужно как можно больше видео на самом деле найти. Так, ну ладно. Но сначала я хочу узнать, что случилось в феврале. Что случилось в феврале. Я так понимаю, раз допрос начался летом, в феврале это довольно давно действительно было. Пропажа, видимо, случилась весной. Окей, давайте посмотрим в феврале. Что найдем мы. Вот у нас есть видео. Так, вот это у нас 14.29, здесь 14.20. Одно и то же что ли видео? Нет, это разное видео. 54 и 37. Да, это оба 2 февральских видео. Это мы уже видели, а вот до этого что было? Фе? Да, это мы тоже видели. Пеппоро, и это было месяцы назад. И это связано с Симоном. Да, это мы тоже видели, то есть одно и то же видео почему-то оно раскопировалось. Но старые компьютеры, если что, с ними только не бывает, да? Так, ну мы все равно добавим вот это к сессии. Потому что здесь что-то интересное, что там случилось в феврале не совсем понятно. Так, ну а теперь давайте вернемся к мёрдеру, к убийству. Я хочу поговорить с Алиэна. Ну, можно сейчас попытаться прочекать по орудию убийства, но я думаю, мы все равно тоже ничего не найдем. Здесь она, кстати, вот когда рассказывает про истории, она как бы убеждает, что это истории. Но, по сути, у неё такое выражение лица, что, возможно, это не просто истории, а в них что-то есть. То есть она что-то рассказала, а теперь об этом жалеет. Возможно так. Так, сначала давайте попробуем по другому тегу найти. Так, это 3 июля тоже. Ну-ка. Здесь она улыбается. Нет, это то же самое видео. Окей. Хорошо. Другой тег. Вот. Тут у нас полным-полно материалов. А, подожди, по февралю я то видео-то не прочекал. Я понял. Там, где глазок показывается, это там видео, которое ещё не смотрит, не просмотрено. А я, наоборот, перепутал. Поэтому давайте вернемся к февралю. Вот это видео мы не видели. Или после фотографии, что она ещё сказала про это изображение? После того, как она увидела эти фотографии. Ещё одно видео. Я не знаю. Хорошо, я не знаю. Я, наверное, что-то приняла, и поэтому с ней что-то не так. Здесь она выглядит странно на этой фотографии. И это не было не было написано на моем времени. И она действительно не может вспомнить, что произошло в феврале. Но она, короче, пытается не придать этому моменту значение, которое там показывается. Но я действительно не помню, что она выпивает воды, чтобы успокоиться. То есть это... Ну, это тоже подозрительно, согласитесь. Хорошо. Можем добавить тег какой-то к этому, но не будем. Ну, в любом случае, фотографии, возможно, эти подозрительные. Но я пока не вижу, как по ним дальше продвигаться, поэтому... Поэтому давайте послушаем её истории. Она наверняка рассказала какие-то истории. Так, вот это видео когда было сделано? 25 июня. Так, это одежду я на ней ещё не видел. Это интересно. Да, это, возможно, первый день. Первый день, когда она пришла вообще. Давайте глянем, что там происходило. Так, она в панике. Она рассказывает про подарок, который был зеркалом. Зеркало хорошее. Зеркало, которое хотела бы иметь принцесса. Он сделал это зеркало специально для неё. Я вот не знаю, тут есть такой момент ещё интересный, что, возможно, актриса переигрывает, а, с другой стороны, возможно, это как раз персонаж. Персонаж немного, возможно, лжёт. Или, ну, неискринен в показаниях. Очень сложно понять этот момент. Где плохая актёрская игра. Ну, не плохая, а недостаточная. Или, наоборот, с переигрышем актёрская игра. А где именно то, что должно вызывать у меня, как у детектива, подозрение. Хорошо, давайте глянем ещё что-нибудь. Вот здесь вот другой день. Ну-ка. Там, где её... Это день, когда её обвиняют. Когда она сказала, что готова помочь в расследовании. Это Рапунцель. Это Рапунцель. Окей. Это Рапунцель. История началась, когда она родилась. Так, эта девушка любит историю. Она уже поминала про принцессу. Тут про Рапунцель теперь что-то. Она очень любит сказки. Ну-ка. Это зацепка. Так, это интересно, это к чему это она рассказывает. Ведьма взяла Рапунцель, забрала её от родителей и заперла её в башне. Ну, всем известная история Рапунцель, да. Зачем она её перерассказывает? Рапунцель забеременела от принца. Ага. Зачем она была слабая, но она закрывала свои глаза и говорит, что это очень любопытно. Это слишком много. Да. Как история. Это будет конец. У нее есть нож. Она готовит ему его любимое мясо. Она его жена. Он спал и она не хотела его разбудить, потому что он болен. Вот почему она такая грустная. Потому что он болен и он может умереть. Как-то у тебя все там мрачно, действительно. Это довольно грустная история, так что я не знаю, как она заканчивается. Ей предлагают посмотреть на картинки, она рассказывает, что там за история, что ли, и что происходит. Я не знаю, что ли. Блин. Она не была моей настоящей матерью, но она вырастила меня. Ты хочешь услышать историю? Это настоящая сказочная история. Так. Вот сейчас мы уже находим действительно отклик, связь между историей Рапунцель и историей этой девушки, этой женщины. То есть у нее была приемная мать, как и у Рапунцель, которую выкрала злая ведьма от родителей и, собственно, стала для нее приемной матерью таким образом. И у этой женщины тоже такая же была история. И здесь мы можем уже попытаться найти связь с мужем. Интересно. Ну, что же нам сделать? Добавить это в историю? Это тоже. То есть пока у меня не складывается общая картина, но, тем не менее, есть какие-то уже у нас зацепки. В плане вообще, на всяком случае, этой истории. Давайте вот этот погуглим тег. Вот. Тут что-то у нас тоже интересное. Ведьма, ведьма. Итак, ведьма. Здесь она как раз когда обещала рассказать историю про свою мачеху, я так понимаю. Нет, не мачеху, а именно приемную мать. И здесь как раз тег ВИЧ. Ну-ка. Сказочные истории. История о потерянных принцессах, злых ведьмах, магических зеркалах и потерянных детях. Так, подождите, подождите. Зеркало тоже у нас второй раз уже упоминается. Муж подарил ей зеркало, тут она тоже вспоминает про зеркала. Магические зеркало и потерянные дети. Зеркало. 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 Однажды я знал правду, но все находила в эти истории. Я хочу увидеть мое отражение. Я думала, что если я трону ее, что-то случиться. Продолжение следует...